доброе утро дорогие друзья с вами я верстанкевич сегодня у нас ежеутренняя передача которая называется завтрак с библии уже 18 и выпуск и сегодня хотелось бы поговорить о том что люди очень сильно склонны к тому чтобы ждать лучших времен и мы всегда говорим что может быть наступит лучшее время для этого может быть наступит лучший день для этого может быть я встречу более подходящего человека или может быть я встречу более подходящую возможность и наверное вы участвовали в разных всяких тренингах личностного роста и так далее где слышали такие вещи как нет лучшего времени чем сейчас и нет лучшей возможности чем это на самом деле это взято не откуда-нибудь это об этом говорит нам слово божье и как раз об этом я хотел поговорить сделать такой каст короткий чтобы оставить вам больше времени на то чтобы порассуждать самим собой на эту тему книга экклезиастом 11 глава 4 стих кто наблюдает ветер тому не сеять кто смотрит на облака тому не жать как ты не знаешь путей ветра и того как образуются кости в очереве временной так не можешь знать дело бога который делает все утро им сесть сей семя свое вечером не давай отдых руке своей потому что ты не знаешь то или другое будет удачнее или то или другое равно хорошо будет здесь царь соломон говорит нам о том что такое вот это вот откладывание на потом мы никогда не знаем что будет лучше на самом деле мы пытаемся найти лучшее время лучшие возможности лучших людей но на самом деле он призывает нас здесь в слове к тому чтобы действовать здесь сейчас нужно действовать и делать то что нужно делать независимо от того какой ветер какой солнце какие дожди какие облака и так далее нам нужно каждый день выполнять то что нам нужно нам нужно каждый день что-то делать для того чтобы что-то из этого принесло плод и так не бывает что если человек что-то делает эти вот это от души у него нет плода его деятельности так не бывает всегда есть закон сеяние жатвы но мы знаем что если мы сеем скажем там пшено или не как это называется пшеницу то мы никогда не сможем собрать на этом поле ячмень. И если мы сеем с вами кукурузу, там никогда не вырастет картошка. То есть мы должны постоянно делать определенные действия и ждать от них определенных результатов. Делать какие-то действия и ждать результатов, не соответствующих этому, это, естественно, бесполезно. И поэтому здесь нас призывает экклезиаст или проповедник к тому, чтобы мы постоянно заняты были делом. Не наблюдали за тем, какой ветер, куда он дует, чтобы лучше разбрасывать. Это перфекционизм. Не ждать, скажем, вот как здесь написано, кто смотрит на облака, там унижать. То есть не ждать, когда, может быть, не пойти в поле, может быть, дождь пойдет, может быть, наоборот, дождь не пойдет. Нет, нужно просто идти и делать то, что нужно делать. И в этом заключается весь смысл жизни человека, потому что ожидание лучших времен ни к чему хорошему не приведет. Нет времени лучшего, чем сейчас, и нет возможности лучше, чем это. Поэтому возьмите это на вооружение сегодня суббота, у кого-то выходной, у кого-то рабочий день. Но неважно, пусть у вас с этого дня будет правило делать все то, что нужно. Делать все, что нужно. Написано всей своей семье с утра, не давая вечером покоя руке своей. Потому что вы не знаете, что принесет вам больше плода. Делайте, постоянно находитесь в действии. Безделие – это что-то, что ни к чему не приводит. Когда мы говорим с Божьей помощью, мы не предполагаем, что нам Бог поможет сидеть на стуле. Бог помогает действовать. Бог помогает, когда мы в движении. Он хочет, чтобы мы были в движении и что-то делали, к чему-то стремились, куда-то шли. Поэтому будьте вот такими, будьте людьми, которые угодили Богу. Потому что если вы угождаете Богу, абсолютно не имеет значения, кому вы не угодили. Угождайте Богу, делайте свою жизнь еще лучше. Воздавайте всю славу Богу, и пусть Господь творит в вашей жизни чудеса. Будьте благословены. Это наша ежевутренняя передача, на которой можете принимать участие. Ищите нас в интернете, подписывайтесь на наш канал. С вами был Абриэль Станкевич. И до завтра. Будьте благословены. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok